Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается личных границ, а именно, мои коллеги иногда лезут в мою личную жизнь, критикуют ее, обсуждают и дают ценные указания. В последнее время лезут в интимную сферу, мне это надоело и я не хочу ссориться, но и надо их как-то остановить. Помогите мне правильно подобрать слова, чтобы они меня обидели, чтобы не вышло ссоры, ну и чтобы перестали лезть в мою жизнь. Евгения, начнем с того, что если вы в течение длительного времени людям позволяли что-то делать, а потом перестанет, это всегда вызывает ответную реакцию, в том числе и обиду. И обиды это нормально, потому что это дает возможность человеку понять, что он движется не туда. Тот факт, что вы хотите остановить коллег, но не хотите платить за это хоть какую-то цену свидетельствует о том, что либо вы не готовы брать на себя ответственность, либо в действительности не готовы и не хотите решать проблему. Это первое. Второе. Очень важно заметить и увидеть то, почему вы, в принципе, позволяли коллегам это делать. То есть да, сейчас вы похватились, когда ситуация, вероятно, ну, начала как-то выходить из-под контроля, но когда-то вы позволяли им это делать. Вначале, почему вы позволяли им это делать? Боялись ли вы ссор, например, ну, боялись ли вы ссор, в смысле, с коллегами не хотели ссориться. Вот. Чего-то, чего-то, может быть, вы хотели, там, я не знаю, да, чего. Вот, ну, может быть, может быть вы чего-то хотели и так далее. То есть необходимо понять причину. Причины, по которым вы позволяли, я постараюсь, да, позволяли коллегам лезть вашу жизнь. Это важно. На ровном месте и просто так это не происходит. И ваша мотивация, она, скорее всего, никуда не делась. Если вы, ну, вот, как бы сказать, если вы не увидите, не измените свой мотив, то начал говорить другие, ну, другие вещи, да, например, вот, ну, что так нельзя, да, что это не хорошо, то все равно будет слышен ваш мотив. Ну, предыдущий мотив, все равно будет слышен. И коллеги вас всерьез, по-прежнему, по-прежнему воспринимать не будут. Вот. Думаю, это необходимо учитывать, как минимум. то есть как минимум вот этот аспект и необходимо иметь ввиду. Дальше. Вы спрашиваете нас, чтобы они перестали лезть в мою жизнь. Для этого нужно постоянно. А говорить нужно о том, что вы хотите. То есть говорить нужно о том, что я не хочу сейчас об этом говорить. Вот. Понимаете, ведь коллеги как-то обсуждают вашу личную жизнь, а что она им становится известно, а в результате чего она им становится известно. не даете ли вы сами коллегам информацию для, так скажем, ну, для обсуждения? Вот. Нет ли такого, что вы даете коллегам информацию для размышления, для обсуждения и так далее? Вот. Понимаете, какая штука получается? То есть прежде чем, грубо говоря, как бы это отбрывать, нужно вообще во всем разобраться сначала. Да, нужно вот во всем, во всем так спокойненько разобраться. И постараться увидеть, а чего вообще, собственно, происходит. Вот. Чего происходит, что для этого делаю я, ну, в смысле вот, вот, для того, чтобы то, что происходило, вот, ну, было, было, возможно, да? Что для этого делаю я? Вот. И, соответственно, перестать, вот, в этом смысле перестать, перестать, подкреплять, да, как бы, вот. То есть перестать давать людям в этом смысле. позитивное подкрепление а пока если вы вот позитивное подкрепление грубо говоря даете да людям ну так они будут делать так и обсуждать они будут почему бы им не обсуждать а на самом деле вот просто если если вы говорите человеку о том например что вам хочется да и о том например чего вам не хочется то есть ну вот не хочется говорить например о личной жизни да вы о ней не говорить все а вот то и проблем не проблем никаких нет понимаете но хочу сказать очень важный нюанс хочу сказать дело в том что люди уже привыкли вот это нужно понимать и они не захотят они отказываться так быстро от того к чему привыкли но невозможно это поэтому потребуется время и пока будет идти период адаптации да к сожалению люди будут на вас обижаться это правда никуда никуда от этого ну вот в этом смысле не уйти никуда никак вот к сожалению здесь вступает в силу как раз аспект аспект ответственности вашей то есть то есть готова ли я условно говоря ну вот платить вот такую цену да чтобы вот мне было ну хорошо чтобы мне было комфортно комфортно или нет комфортно или нет потому что ну к сожалению или к счастью за реакцию других людей вы не отвечаете вот не отвечаете на этом все я надеюсь что вам это было полезно и интересно буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу желаю вам всего самого доброго доброго удачи обращайтесь за помощью вам она пригодится вам доброго удачи по